Мы продолжаем наши пешие прогулки по главной магистрали улицы города. И первый старинный дом в почетной стороне улицы сегодня стоит под номером 10. Его мы знаем как Ульяновский театр кукол. Это шедевр архитектуры начала 20-го столетия, который первоначально строился как Симбирское отделение Государственного банка. Финансовому учреждению крупно повезло, что на тот момент его возглавлял незаурядный человек Николай Хрисанкович Плющевский-Плющик. Проектирование здания он поручил талантливому архитектору Августу Шаде и не скупился на расходы. Банк удалось выстроить в сложное время достаточно быстро. Осенью 1903 года был представлен проект во французском стиле. Так назвал его сам Шаде. А уже в 1905 году состоялось открытие нового здания. К сожалению, чертежи не сохранились. Август Августович действительно спроектировал его шикарно. Если внимательно присмотреться, то среди лепнины над балконом одного из эркеров, выступающей части здания, можно увидеть изображение кадуцея – жезла, оплетенного двумя змеями. Это символ самого коммерческого бога древнего мира – Меркурия. То есть в самой лепнине было обозначено, что это коммерческое учреждение. Согласно декрету в ЦИК от 14 декабря 1917 года, в начале 1918 года в Симбирске произошла национализация банков. В 1920-е годы в здании что только не располагалось, но первоначально все же находился губернский финансовый отдел. В 1935 году в здании бывшего банка распахнул в свои двери дворец пионеров и октябрят. Инициатива его создания исходила от старшей сестры Ленина Анны Ильиничной Ульяновой Елизаровой. В 1936 году здесь работало 38 кружков и вели их не начинающие педагоги, а знающие свое дело мастера. В 1970 году появился новый дворец пионеров на улице Минаева и освободившиеся здания отдали кукольному театру. 12 января 1972 года был открыт сезон спектаклем «Конек-горбунок». Заголовок рецензии в Ульяновской правде гласил «Ярко, образно, сказочно». 17 августа 2007 года на заседании правительства Ульяновской области было принято решение о присвоении Ульяновскому областному театру «Кокол» имени народной артистки СССР Валентины Михайловны Леонтьевой, которая и в годы войны, и в последние годы жизни жила в Ульяновской области. Ранее, 1 августа 2007 года, состоялась закладка камня первого памятника Леонтьевой на Гончаровском бульваре напротив театра. В день 85-летия ведущей в 2008 году появился уже и сам памятник. У нас бульвар устроили средь улицы большой, но не блестит уж нынче он шумливой суетой. Когда он был новинкой, гуляли стар и млад, смеялись и злословили, казали свой наряд. Здесь видно много барышень, одетых в пух и прах, и венцеля сапожника с колодкой в руках. Эти строки из книги улицы Гончарова, составленные сотрудниками Государственного архива Ульяновской области. Написал стихотворение в 1854 году наш земляк, поэт Дмитрий Минаев. Бульвар, который как бы делит улицы на две части, является визитной карточкой главной магистрали города. А вот благодарить за его устройство стоит симбирского губернатора Николая Петровича Бибикова и правонарушителей. Да-да, вы не ослышались. Его разбивкой занималась симбирская арестантская рота, которую сформировал опять же Бибиков. В 1852 году Николай Петрович приступил к ее созданию. В нее входило 200 человек арестанта, способные к работе до 40 лет. Так улица Гончарова с середины 19 века была обеспечена зелеными легкими. Оазис средь очень пыльного симбирска сразу стал излюбленным местом прогулок горожан. К сожалению, бульвар не обошел стороной пожар 1864 года. Пламя беспощадно его поглотило. Но в начале 70-х годов он был возрожден. Его центральную дорожку обрамляли акации и его обнесли деревянной оградой. Но не всем был люб и дорог бульвар. В начале 20-го столетия купцы, чьи дома находились на нечетной стороне, стали жаловаться, что акации загораживают их вывески. И в выигрыше остается другая сторона. Они требовали убрать бульвар. Особо ратовали за это два маститых купца – Петр Андреевич Пастухов и Семен Иванович Зеленков. Их поддержали священнослужители из Вознесенского собора. Они считали, что бульвар наносит урон нравственности и правопорядку. К счастью, городская управа не поддержала купцов и священнослужителей и сохранила бульвар. В 300-летию, со дня основания Семирско-Ульяновска, в 1948 году бульвар украсили узорные решетки, чугунные скамьи, новые беседки и павильоны. Его стали освещать ряды фонарей с круглыми плафонами. Озеленением южной части занялся один из лучших в стране специалистов. Старший научный сотрудник отдела озеленения городов Академии коммунального хозяйства имени Памфилова Тимофей Потапович Шафранский. Согласно его проекту, планировалось высадить полторы сотни деревьев и почти две с половиной тысячи кустарников. Не все, но многое из задуманного было воплощено. К сожалению, нынешнее молодое поколение ульяновцев навсегда лишены возможности увидеть красоту оград и буйство зеленой бульвара. Уже в середине 1980-х годов, по указанию первого секретаря обкома Геннадия Васильевича Колбина, часть городских решеток там была снесена. В 2010 году оград узор чугунный исчез бесследно. Следующие два дома по улице Гончарова, номер 12 и 14, ульяновцы старшего поколения до сих пор называют типографией и редакцией ульяновской правды. Потому что здесь с 1959 года располагалась редакция старейшей ульяновской газеты. Но первоначально дом номер 12 являлся доходным домом купца Николая Семеновича Деленкова. Николай Семенович поручил строить свой доходный дом Федору Осиповичу Левчаку, молодому архитектору города, который спроектировал все с комфортом. В доме были ванные комнаты, ватер-клозеты, центральное водяное отопление с котельной в подвальном этаже. Естественно, это давало Зеленкову возможность устанавливать более выгодную для себя плату. В 1959 году в дом номер 12 въехала редакция ульяновской правды. На тот момент единственной областной газеты. Она находилась в этом здании на протяжении 60-летий. А в доме номер 10, который сегодня занимает ульяновский дом печати, до 1917 года располагалась усадьба почетной гражданки Веры Павловны Татариновой. В 70-е годы прошлого столетия их снесли. И на этом месте в 1974 году вырос шестиэтажный дом печати – типография ульяновской правды. В следующей передаче мы расскажем об истории дома, где родился наш земляк, писатель Иван Александрович Гончаров. Вспомним ранее утраченные соборы и прогуляемся по скверу, который носит его имя. Субтитры подогнал «Симон»